проводим теперь съемку в саду с рамкой но сразу хочу заметить каждый раз когда взгляд натыкается на этот полумертвый абрикос я все время нужно говорить да он теперь мой но убивал его не я предыдущий хозяин видите страшную рану видите что он натворил вот мы имеем это потому что люди не смотрят все фильмы вот горит на чему ты учишь у тебя же мертвое попасть мертвое дерево об саду вот так и друзья вот она будет семинар приведу сюда очередную группу слушателей все 10-15 скажу вот любую вынужден каждый раз говорит не моё не я это количество ну ладно отвлеклись переходим той самой загадочной теме и так мы просто будем сейчас идти и смотреть как реагирует слава богу тихо прогноз не сбылся о штормовом ветре как будет реагировать рамках и было бы их две они ведут себя зеркально если это отклоняется в эту сторону значит была бы в левой руке отклонялась бы в эту сторону вот вращались в обе бы вращались то есть ведут себя не одинаково поэтому принципиальной разницы одинаково но зеркально поэтому прицельной разницы нет и так пока ветер не начался или он еле слабенький пробуем сейчас с вами искать геопатогенные зоны здесь я ни разу их не искал когда я садил этот сад весной 2015 года ведь вот этим вот абрикосов бродского всего два года и пару месяцев ну или три месяца вот такие они да вот я почему показываю для того чтобы похвастаться если хвастаюсь то хвастаюсь дружбой с бродским вот эти высота вот моя рука вот она да еще метр вот это вот они такие два года до месяца посадки косточки вот эти вот старше на год потому что посажены были однолетними им три года и три месяца вот и сразу скажу для чего я говорю я говорю не для хвастовства дело в том что они садились без привязки местности то есть без предварительного замера биолокационными рамками вот фотографиям сейчас покажу как это делалось строго по линеечке но повезло повезло вот но не все коту масленица начинаем исследования есть и такие неудачные саженцы что мне надо уже начинать искать причину причем клянусь богом мы с вами ищем их впервые мы с вами ищем их вместе это придает какую-то загадочность еще раз давайте вот тут интересно да я сейчас еду буквально притык с этими прекрасными абрикосами дух с небольшими летними да вот как идут рамки более-менее нормально хотя конечно если я прошел мимо вот этого мощного саженца высотой три метра да вот здесь стою в метре закинуть что буквально соседней метре не может быть гепатогенной зоны но все это как бы первой прикидки ну что пойдем дальше естественно мне кажется надо ну пока себя рамки идет спокойно жене что так сумбурно по-другому не умею помните я уже не раз проводил пример объявление в американской кубоке не стреляйте музыкантов он играет как может ну что идем 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 и идем вот пока ведет себя очень даже прилично очень даже прилично ведет себя рамки неплохое местечко учитывая что здесь гористая местность и мы приближаемся к менее удачным саженцем вот если там дальше он видите прекрасно где-то уже 2,5 метра груши вот эти груши выглядят похуже ну-ка посмотрим нет ли тут какой-нибудь какой-нибудь какой так ну-ка покрутимся вокруг нее все нет нужен напарник все с этого момента прекращаю самому дальше качественно съемку сделать невозможно перерыв так после перерыва вспомнил о чем шла речь речь шла о том что оказывается у товарища кроме того что часть яблонь часть помидоров было гепатогенной зоне еще оказалось что у него посередине лета примерно половина картошки начала засыхать но вы уже догадались гепатогенная зона была такой площади что часть картофельного поля попала я туда впервые я не на то картошки картофеля я не умею выращивать вот это я знаю посадил окучил забыл вот слабенький урожай сам 5 сам 3 редко сам 10 вот получается так что это первое последнее наблюдение но оказалось что картошка тоже на не воздействует гепатогенная зона не лучшую сторону вот это пока это единичное наблюдение про кукарекала дальше сами думайте надо ли картофельное поле прежде чем среди картошку определять если там гепатогенные зоны и наконец сейчас заканчиваем обход значит вот здесь вот в помните еще раз вот здесь мы с вами видели гепатогенные зоны единственная путни груши которая растет чистом месте это я как бы повторяюсь и продолжаю обход смотри сюда внимательно надеюсь увидите так снимаю очки так поехали видите хреновенький вот пошло покрутилась закрутила закрутилась все это я прошел вот здесь вот такая лента гепатогенная зона и обратите внимание неудачница видите она была полностью сухая так вот хреновенький рост вот так вот я ничего не выдумываю рамка крутится вот это тоже нельзя назвать федевром вот это уже получше вот это получше так рамка остановилась вот она возвращаясь назад еще раз меряем так пошли вперед гепатогенная зона закончена почему вполне прилище саженец он может быть был бы помощнее как вон те но с этого места уже после обеда закрывать тень но для такого неудачного места я бы сказал неплохо на кстати верхушка то у него отсыхала вот так так что все таки назовем его на краю гепатогенной зоны ну все заканчиваем здесь так чтобы было неудачно еще если заместил у меня более крunci здесь в разместolé это как вам им это из